Здравствуйте! Вы смотрите новости Первого Карагандинского. В студии работы Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам только о главном. С января 2014 года в Казахстане увеличатся пенсионные выплаты. В канун Нового года 15 общественных помощников ДВД области получили заслуженные награды. У карагандинцев практически нет доступа к информации о том, куда тратятся деньги областного и городского бюджетов. У карагандинцев практически нет доступа к информации о том, куда тратятся деньги областного и городского бюджетов. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие индекс открытости местных бюджетов в 16 областях Казахстана. Идея создания индекса открытости местных бюджетов принадлежит организации «Международное бюджетное партнерство». Цель проекта национальной бюджетной сети – вовлечь граждан, неправительственные организации и журналистов в бюджетный процесс страны и в итоге добиться справедливого распределения бюджетных ресурсов. Открытость оценивалась по 100-бальной шкале. Оказалось, что больше всего сведений о состоянии местной казны предоставляют жителям Восточно-Казахстанской области. Она набрала сразу 72 балла. В Казыларде дела с бюджетной прозрачностью обстоят хуже всех – только 16 баллов. Что касается Караганды, у нас показатели чуть хуже ниже среднереспубликанского. Всего 37 балла против 35. С января 2014 года в Казахстане увеличатся пенсионные выплаты. Это связано с тем, что изменились параметры прожиточного минимума. Повышение пособия получат и молодые мамы, и папы. Подробности расскажет наш корреспондент. Уже по доброй традиции в конце декабря работники Государственного центра по выплате пенсий занимаются работой по повышению всех видов пособий. Согласно постановлению правительства, размеры пенсионных выплат 1 января 2014 года будут увеличены на 7,9%. Что касается пенсии, то в будущем году наши пенсионеры и получатели пенсии по выслуге лет, это люди, которые в свое время считались военнослужащими, работали в правоохранительных органах, они получат размер пенсии повышенной на 9%. Кроме этого, они получат базовую пенсионную выплату в повышенном размере, которая составляет с будущего года 9983 тенге. В среднем увеличение по государственным социальным пособиям пройдет на 7%. Это связано с тем, что с нового года предусмотрены новые параметры прожиточного минимума. Он составит 19 966 тенге. Также увеличатся размеры пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту. Повышенные пособия получат и молодые мамы, и папы. Ребенка из будущего года мы мамам и папам будем платить уже 55 560 тенге на рождение первого, второго, третьего ребенка, а при рождении четвертого и более ребенка мы уже будем выплачивать 92 600 тенге. Помимо этого, увеличатся и размеры двух видов социальных выплат по случаю потери кормильца и по случаю потери трудоспособности. Также ожидается повышение пенсии по списку номера 1 и 2. К ним относятся люди, которые проработали на тяжелых и вредных производствах. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский. Новый год настает, карагандинцы начинают присматриваться к ценам продукты питания. Хочется и стол праздничный накрыть и денег особо не потратить. Не всегда это удается. Хотя Серик Ахметов, премьер-министр Республики Казахстан, поручил всем главам регионов контролировать цены на продукты питания. Выискивая в магазинах продукты к столу, иногда удивляешься. Яйцо куриное вдруг повысилось в цене. Да и на другие продукты ценовая стрелка неуклонно ползет вверх уже с ноября месяца. Хотя, как нам объяснили в городском отделе сельского хозяйства и ветеринарии, влиять на частные торговые точки они могут только словом и убеждением. А вот 28 декабря Акимат города приглашает на ярмарки, которые будут проводиться в трех точках города. Возле магазина «Юбилейный», на юго-востоке, возле «Гринмарта» и у «Майкудуки», на коммунальном рынке «Гасыр». Цены будут ниже рыночных на 15-20%. Ну, на весь год, конечно, не запасешься, но купить продукт по приемлемым ценам будет возможно. Ну, а к тем, кто все же необоснованно будет поднимать цены на продукты питания, найдется и у корот. Кто будет поднимать необоснованные цены, работники Акимата будут передавать на принятые меры именно агентству по защите конкуренции. Они в своей мере будут принимать административные меры наказания в виде штрафа. Так что, с наступающим Новым годом, карагандинцы! Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Трэвел-мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Трэвел-мания. Орион. Мы приносим радость в дом. В канун Нового года 15 общественных помощников ДВД области получили заслуженные награды. Грамоты и благодарственные письма за участие в охране общественного порядка вручил главный полицейский области Миргембай Жапаров. Продолжит наш корреспондент. Радик Потихов помогать полицейским бороться с правонарушением мечтал с самого детства. Однако официально заниматься общественной деятельностью он начал только 10 лет назад. Говорит, что в данное время с беззаконием один полицейский не справится. И потому 58-летний карагандинец в свое свободное время выходит на охрану общественного порядка. На данный момент, на волне вот этих законов, которые, если мы будем вести пассивно себя, пассивные гражданские позиции, то ни один участковый, ни одно ГОД само по себе не справится. К этому еще приводят наши безразличия. За активную гражданскую позицию в безопасности граждан шесть общественных помощников были награждены грамотами. Еще несколько получили из рук начальника ДВД региона Миргембая Жапарова благодарственные письма. Глава департамента отметил, что благодаря деятельности добровольцев сотрудникам полиции намного легче вести борьбу с правонарушителями. В завершении мероприятия Миргембай Жапаров пожелал всем собравшимся дальнейших успехов в службе. Сегодня в партии Нур-Отан была проведена конференция. Предметом обсуждения стали два важнейших законопроекта в Республике Казахстан. В работе конференции приняли активное участие ученые-представители правоохранительных органов. Здесь обсуждались два законопроекта по новому уголовному и уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Цель мероприятия – выработка предложений по вышеуказанным законопроектам. В период данного семинара все-таки рассмотреть недостатки, недочеты в предложенном проекте УКРК. Многие следует сказать, что в данном случае в проекте, вот как уже я об этом говорил, есть ряд нововведений, но которые требуют своей доработки и уточнения. Настоящий новогодний праздник устроили для своих малышей в детском садике «Гаухар». Ребята исполняли песни, танцевали и даже читали стихи. Запомнится ли этот волшебный праздник детям, знает наш корреспондент. Сегодня в детском садике «Гаухар» было оживленно. Здесь не только сами дети и их родители, но и все работники детского дошкольного учреждения. Готовы подарить малышам волшебный и чудесный праздник. Маленькие мальчики и девочки интересно читают стихи наизусть. Что за новогодний праздник бессказочных персонажей? У каждого ребенка свой образ. Кого-то нарядили в зайца и волка, а некоторые дети были в костюмах медвежонка и лисицы. Дети даже танцевали под веселую музыку. Все дети ждали, когда на праздник придет Дед Мороз, чтобы вместе со Снегурочкой зажечь красивую елочку. Желание ребят исполнилось. Самым трогательным и запоминающимся стал момент, когда на красивой зеленой елке загорелись разноцветными огнями волшебные игрушки. Все дети в восторге. Наверное, это один из любимых праздников у всех малышей в уходящем году. Новогодним утренником для ребят остались довольны всем. Родители благодарят воспитателей детского садика за хорошее настроение и интересный веселый праздник. Сказочные впечатления. Очень приятно. Хочется большое благодарность выразить воспитателям в Калханске в садике за такой активный участие. В завершение новогоднего праздника все дети получили вкусные подарки от Деда Мороза и Снегурочки. И долго делились своими впечатлениями с родителями. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Бактия Роспанов, Первый Карагандинский. В эту пятницу во Дворце детей юношества провели для особенных мальчишек и девчонок новогодний утренник. На празднике присутствовали 230 ребят из различных общественных объединений. А это инвалиды и дети из малообеспеченных семей. По окончании мероприятия Аким района имени Казбек Би вручил каждому ребенку в зале сладкие подарки. Организаторы порадовали каждого маленького карагандинца богатой праздничной программой. Артисты показали содержательный спектакль для зрителей. Они затронули такие проблемы молодежи, как безделие и пакостничество. В самом разгаре театральной картины появляется злая колдунья с командой лентяев и превращают внучку Деда Мороза в бездушного снеговика. В ответ дети просят ведьму расколдовать снегурочку, чтобы заставить весну отступиться и вернуть дух Нового Году. Подарочек приготовила. В горшочке цветочек кальненький вырастила специально для тебя. Думаю, порадуй подружку свою, а то все выйдет морозом подарки-то дарите. Спасибо большое, но вы по-честному без злодейства? Перед цветочек не сомневайся. В этом году на празднике выступила символом Нового Года сказочная лошадь. Вместе с Дедом Морозом и снегурочкой дети водили хороводы и с энтузиазмом выполняли танцевальные движения. Также были представлены вниманию ребят аниматорские танцы. Сотрудники Акимата уже не первый год радуют детишек разнообразными праздничными концертами. На прощание Аким района Казабекби подарил каждому ребенку новогодний презент и сказал много теплых слов ребятишкам. Мы все хорошо учились, стали достойными гражданинами нашей республики Казахстана и были достойной замены своих родителей. Дорогие дети, хочу пожелать вам здоровья, хорошего учения, удачи, любви и счастья. С Новым Годом! Анастасия Семенова, Габиден Курушпеком, Бахтияр Спанов, Первый Карагодинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же время. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Саубокс. Субтитры создавал DimaTorzok